Здравствуйте, это наш Новосибирский диалог и я Вячеслав Горчаков. Подрядчики торопятся выполнить сезонные работы по капремонту, довести до ума систему отопления, доделать фасады. Успевают ли и каким выдался этот ремонтный сезон по предварительной оценке? Об этом говорим с заместителем начальника департамента энергетики и ЖКХ города, начальником управления капитального ремонта Владимиром Ткаченко. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, лето, наверное, это самый жаркий сезон для ремонтников, для тех, кто на капремонте домов занят. Но давайте предварительно подытожим, насколько успешно планы 2018 года у нас сейчас воплощаются в жизнь. Программа по 2018 году, она довольно напряженная. Планируется выполнение на 557 домов. На сегодняшний день 326 домов уже полностью завершены. Акты сданы, переданы в фонд на оплату. 170 работе. То есть, если сложить эту цифру, мы примерно выходим на 500. Но бывают случаи, это довольно часто происходит, когда в одном доме сразу несколько элементов сделают. Вот, учитывая ошибки 15-го и 16-го года, было такое, что зашли, сделали воду, а канализование через два года. Житель не успел сделать ремонт, заходит с другим, потом отопление. Поэтому вот это, прежде всего, учитывается только в комплексе. И вот мы 2017-2018 год добиваем там, где была сделана, примерно, вода, а у нас водоотведение, канализование не было сделано. И вот 2017-2018 у нас канализование, оно в большем объеме, там, чтобы доделать, и в квартире была полностью выполнена работа. Но бывают у нас случаи, когда в доме, допустим, практически все отремонтировано, а осталось только отремонтировать один элемент. Ну, скажем, электрику или подвал. Так вот, есть ли какая-то процедура, позволяющая ускорить этот ремонт и сделать, ну, что называется, прицепом, чтобы не ждать еще 10 лет, пока капитальный ремонт дома в целом уже закончится, и доделать этот последний элемент? В 360-м постановлении правительства Новосибирской области, приказ 13, механизм есть. И сегодня где-то порядка уже 60 домов, они полностью завершены в комплексе за вот эти годы. За 2018 год, я надеюсь, где-то тоже порядка 60-80 домов будут еще добавлены, где подошли другие виды работы, а у нас по капитальному ремонту, как мы помним, 5 видов работ делается. Вот инженерка, электрика, подвал, фасад и кровля. И, наверное, сами собственники тоже нередко хотят ускорить именно ремонт инженерных коммуникаций. Из всех обращений перенос на более ранние, я так сказал, 90% это кровли. Где там какой-то один элемент остался, какой элемент, и если он не такой сильно затратный по финансовому, конечно, мы стараемся его ввести, чтобы он был в комплексе. Чтобы закрыть тему с этим домом. Да, чтобы закрыть тему с этим домом. Также занялись еще одну проблему, которую считаем, что в спешке было не совсем правильно сделано, когда она готовилась в 2014 году. То есть зачастую, зачастую, сегодня стоит в программе ремонт фасада, а через 3-4 года кровли. Так вот, а это большое количество домов, порядка 200 до МКД, где кровля требует ремонта. Если отремонтировать фасад, а не отремонтировать кровлю, то пока дождется ремонт кровли, фасад уже будет приходить негодность. Мы вот эти изменения готовим, но тут требуется еще законодательно. Мы можем перенести, но за счет, как сказать, отодвигания фасада. А для этого нужно протоколы собственников, чтобы жители сами, потому что мы самовольно не можем фасад убрать, а кровлю завести. Но эта работа проводится, понимание и жителей есть в том, что нельзя сегодня выполнять фасад, не сделать кровлю. Владимир Алексеевич, некоторые собственники, жильцы беспокоятся, что ремонт в их доме не завершат вовремя до прихода настоящей осени с дождями и с холодами. Вот давайте уточним, какие есть в принципе погодные ограничения или сезонные ограничения на какие-то вот виды работ? Кровля, ну отопление понятно, нужно до... Жители переживают, мы тоже очень переживаем. И вот вчера я проводил совещание со всеми подрядными организациями. У нас, конечно, сезонные на учете каждый объект. Вот по отоплению у нас в работе на сегодня порядка осталось 24 это. То есть мы видим каждый процент и каждый объект и ежедневно отслеживаем это. Также сезонность очень вызывает это ремонт фасадов. Ремонт фасадов тоже порядка 32 еще в работе. У нас в этом году, я надеюсь, что будет исполнение под 80 МКД фасадов. Это трудоемкая работа, учитывая, что все-таки лето у нас было дождливое. У нас один месяц-то был хороший июнь. Выполнять ее можно, если температура наружного воздуха, даже в ночной период, не опустится до нуля градуса. Потому что если она будет опускаться до нуля градуса, а днем дождь, если будет и повышаться, она будет дефекты весной. Поэтому дальнейшего смысла ее ремонтировать не будет. А если, например, объект оказался сложным, ну, допустим, капитальный ремонт фасада большого дома, и подрядчик чисто технически не успевает закончить все вовремя до наступления холодов, возможно ли перенести эту работу на следующий год? Не исключаемо возможно, что порядка 15-10-15 фасадов будут переходящими. В случае понижения температуры мы выдадим предписание самим стройконтрольным, и работы эти остановим до следующего весенне-летнего периода. Вы это сами отслеживаете или жильцы тоже должны посигналить? Мы это сами, это обязанность нас и стройконтрольных. Ну, жильцы тоже напомнят, напомнят, как сказать, душа хотя бы успокоит, что это безобразие не происходит. А собственники, бывает, что жалуются на обстановку после капитального ремонта? Ну, допустим, делали фасад или кровлю, и подрядчик оставил после себя мусор, грязь. Да и вообще, кто это должен убирать? Только подрядная организация. После окончания работы подрядная организация должна вычистить, сдать, и представитель собственников, я имею в виду жильцов, представитель управляющих компаний расписывается в акте полной готовности. Того безобразия, которое было в 15-16 году, такого нет. Бывает, но очень и денежно. Владимир Алексеевич, известно, что некоторые собственники передают благодарственные письма в Департамент энергетики ЖКХ или Фонд капитального ремонта. Они благодарят подрядчиков за хорошо сделанный капитальный ремонт. Так вот, учитывая, что у нас есть условный черный список подрядчиков, есть ли белый список, который формируется в том числе и за счет вот этих благодарностей от жителей? Мы по работе в течение года проводим рейтинги. Мы в конце года в мэрии подводим в Большом зале итоги. Сроки, качество, благодарности, где люди высказали. Там все процедуры, которые хорошо сработали за год, мы морально, я подчеркиваю, благодарственным письмам мэра, грамотами департамента поощряем. И в то же время самых нерадивых, которых мы тоже там разбираем. В этом году уже порядка 50, есть благодарственные письма. Это радует. Всегда же стояла проблема, куда мы платим, куда девается деньги. Да, теперь понятно, куда платим. Спасибо большое за интервью. А я напомню о нюансах капитального ремонта. Мы говорили с заместителем начальника Департамента энергетики ЖКХ города, начальником управления капитального ремонта Владимиром Ткаченко. Это был наш Новосибирск Диалог. Качественного вам ремонта.